Парни, всем привет! Девчонкам тоже привет! Не планировал записывать данный видеоролик, но после моего последнего обращения к официальному дилеру я не могу промолчать и не рассказать вам о том, какие специалисты работают у них. Сейчас мы с вами пойдем на улицу. Я вам по порядку назову 5 причин, с которыми я столкнулся за последние пару лет владения автомобилем Nissan. До этого у меня был Nissan X-Trail T31. Там тоже были косяки, но про них я рассказывать не буду, потому что было очень давно. Оператор у нас находится на больничном. Всем большое спасибо за поддержку. Сейчас обеденный перерыв, вторник. Продюсирую себя самостоятельно. Пойдемте на улицу, не будем терять ни секунды. Отличная погодка сегодня. Что случилось, спросите вы? Специально приоткрыл капот. Я обратился к официальному дилеру Nissan OVAT, который находится на МКАДе, не доезжая в Вегаса. Приезжаю к ним, говорю, ребят, вот у меня есть две лампочки, хочу поменять их. Так как по телефону мне таскали, ну, скорее всего, перегорела лампа. Сейчас все заменим, ничего сложного. За эту процедуру дилер назвал 1600 рублей, замена одной лампы. Я прихожу, они смотрят, говорят, фара запотела, нужно делать диагностику. Я говорю, согласен, все верно, нужно делать диагностику. Диагностика тоже стоит 1600 рублей, так как фару нужно полностью снимать. Я говорю, давайте, конечно, делаем. Что происходит потом? Проходит примерно два часа. Они мне звонят и говорят, Дмитрий Андреевич, фара ваша не ремонтопригодная, так как здесь есть якобы, ну, как, они подозревают то, что у нее есть микротрещина. Я говорю, что делать? Сделать ничего нельзя, нужно менять фару полностью. Говорю, цена вопроса, 80000 рублей. Сажусь в интернет, пишу ремонт фары, дохожу первый попавшийся сайт, звоню им, говорю, так и так. Габариты, говорю, горят, лампочка одна не горит, ближний, дальний, одна идет. Они говорят, скорее всего, сразу называют мне причину. В общем, я поехал к ним, и вот что из этого получилось. Вот с такой ситуацией я столкнулся, с которой дилер не смог справиться. Значит, фара запотела, и просто не горит ближний, дальний свет, одна лампочка. Вот она, где уходит. А это от чего могло появиться? Со временем. Со временем? Но это лечится? Ну вот это лечится, что нужно сделать, чтобы вот этого не происходило? Чтобы это щель, правильно я понимаю, то, что вот появилась дырочка? Отходит, просто между корпусом, стеклом. Отходит, ну, герметикой. Герметикой, да. И то есть мы сейчас что сделаем? Мы сейчас ее разберем, почистим. Почистим. И поставим новый блок розжига. Вот как внутри выглядит мой блок розжига. Но здесь все ясно. Ну вот, смотрите, фара чудесным образом оказалась живой. Более того, лампочка, которая была, она тоже горит. Вот. Тем, кто не верит, специально вставляем лампочку и показываем, что это она горит. Это родная сейчас. Не примите за рекламу то, что я вот место, где я был, рекламирую, еще что-то. Нет, я даже не буду у нее никаких ссылок оставлять, никаких телефонов. Так как, я так говорю, написал в интернете первой попавшейся конторы. Мне просто понравилось, потому что по телефону человек сразу смог диагностировать проблему. Сказал 100% гарантии то, что они знают, что нужно делать. Починят. Два часа времени ушло. В Nissan Oводе такая процедура по ремонту фары обошлась бы мне примерно в 30 тысяч рублей. Так самое смешное, что делали бы они ее 2 дня. Изначально мне по телефону, они, я вам 100% говорю, они мне говорили, что нужно частично снимать бампер. Что это значит? То есть вот эти вот защиту всю снимаем аккуратно, все эти клипсы вытаскиваем. Дальше потом аккуратненько снимаем бампер. И то есть у нас есть доступ к фаре. Обычно фару вытаскивают, вот смотрите, 80 тысяч рублей стоит оригинальная фара. Замена фары стоит 1600 рублей. То есть так же, как и лампочку. Если вам просто нужно поменять лампу ближней, дальней, что нужно сделать? Вот, раз клипса, два клипса. Ну, третью, я даже не знаю, нет смысла снимать. Третью не снимаем, вот эту снимаем клипсу. Потом, ну, обшивку это отодвигаем. И у вас здесь будет большое пространство, чтобы у вас твоя рука полностью залезла. Вы можете залезть туда рукой, вытащить лампочку. Там плафончик такой аккуратно откручивается, защита вытаскивается. Можно поменять лампочку. И плюс ко всему здесь есть два рычажка таких небольших. С помощью отвертки вы можете ее отрегулировать. Вверх-вниз опустить. Ну, и влево-вправо. Все. Люди мне это сделали. Ну, вот, говорю, два, там, пусть два с половиной часа. Там, он пока подготовился. Мы были одни, это было воскресенье. Цена вопроса 10 тысяч рублей. Вы скажете, а, ерунда, ну, это, наверное, так нарвался. Так более того, когда я туда приехал, я же ехал не только лампочку поменять. Думаю, сейчас приеду, пробег у машины примерно был на тот момент 118 тысяч. Думаю, надо, уже давным-давно пора поменять масло в коробке. Говорю, ребят, давайте сразу сейчас масло в коробочке поменяем. Здесь началось самое интересное. Когда я снимал про машину непосредственно и говорил то, что вот, нужно менять масло. Мне люди писали о том, что есть несколько вариантов замены масла. Самый простой это слить-залить. Можно прочистить, там, поддон такой небольшой идет, где собирается стружка, например. Вот ее можно прочищать, нужно менять фильтры. В общем, процесс такой кропотливый, нужно поработать. Что вы думаете, какой вариант предложил мне дилер? Ну, конечно, самый простой. Слить-залить, все, больше ничего не делать. Когда я спросил, а что так? Ну, так Nissan регламентирует, так по регламенту положено. Nissan вообще говорит, что не нужно менять масло, когда ты приезжаешь, и у тебя идет гарантийное обслуживание еще. Когда гарантийное обслуживание закончилось, мне сразу, ну, да, да, ну, вы же понимаете. Масло, да, помните. После этого, когда я возвращался домой, дорога, начал вспоминать вообще все свои истории, когда я к ним обращался. До Nissan, Murano, у меня был Nissan X-Trail в кузове Т31, на котором я отъездил 145 тысяч километров. И практически все, весь срок я обслуживал все официального дилера. На этой же машине я его обслуживал примерно до первых 60 тысяч километров. После этого я перестал к ним ездить, потому что, ну, какой смысл? Вот, смотрите, какая была ситуация. На ТО в 45 тысяч, я к ним приезжаю. Тут они мне говорят, Дмитрий Анатольевич, у нас есть уникальное предложение, интерактивная диагностика. Говорит, что такое? Говорит, вас приглашают в сервисный отдел, то есть вместе с вами техник ходит, смотрит состояние автомобиля, поднимает его на подъемнике, рассказывает. Он говорит, вот смотрите, вот у вас здесь может быть неисправность, вот здесь вот есть рекомендации. Либо же у вас все хорошо, вот смотрите состояние, хотите, я говорю, сколько стоит? Они говорят, бесплатно, это для наших клиентов, я говорю, класс, конечно, хочу, давайте. Что я увидел там? Это было лето, машину помыли, я захожу в цех, ее поднимают на подъемнике, выходит мастер, ну, там, здравствуйте, все дела, начинает ее смотреть. Прошел вот так просто по кругу автомобиля, ну, он на подъемнике висит, идет там что-то, смотрит фонариком, вот примерно такого же темпика. Подходит к колесу, так, знаете, что дело, подходит такой к нему, такой, нормально, пошел дальше. И все, потом подходит ко мне, спустя, ну, три минуты шло, ну, ладно, пусть пять минут шла диагностика. И говорит, так, смотри, сейчас стоимость того будет входить, замена масла, то есть все перечитает, я говорю, подождите, подождите, говорю, а что, все, диагностика закончилась, он, ну, да, что у вас, автомобиль в отличном состоянии. Я говорю, нет, ну, с одной стороны, я согласен, 45 тысяч у машины, как она может быть в плохом состоянии? Я говорю, я же сам даже на нее не жалуюсь, но тем не менее, говорит, это что, походу, была диагностика такая, а вот это, когда по колесу вы стучали, говорит, вы так на люфт проверили машину? Он, знаете, что сделал? Сказал, сейчас ушел, к другому человеку подошел, приходит ко мне вообще другой спец, начал качать колесо, говорит, ну, и что, нет никаких люфтов, все нормально. Я говорю, да я не, ну, вы понимаете, да, о чем я, то, что у меня была претензия к этому человеку, говорю, что такое, три минуты диагностика, говорю, да хрен ты вообще сюда приходил? В итоге сказали, ну, вот так вот, я тогда был в небольшом шоке, но ушел. Единственное, о чем жалею, то, что тогда я не был таким, знаете, там, видеоблогером, не ходил с камерой. На январских праздниках в 2016 году, то есть практически год назад, у меня был пробег на автомобиле уже 98 тысяч, но я думаю, надо съездить к официальному дилеру, показать машину, пусть посмотрит, сделает диагностику и скажет, ну, какие-то гарантийные случаи есть. Так, в принципе, произошло, я про это рассказывал, загнал машину, несмотря на то, что я три или четыре ТО, два на РТО делал не у них, выяснилось то, что была проблема с подшипником, мне его поменяли по гарантии. Но суть была в другом. Это было в январе на праздниках. Проходит полгода, июнь, июнь месяц точно, мне звонит телефон, я говорю, да, так и так, Nissan, вы у нас сделали диагностику. Я сначала вообще даже не понял, какую диагностику, что я делал? И мне человек объясняет то, что, ну, вот, вы проходили у нас диагностику, когда он говорит, в январе. Я говорю, так, ну, вот, хотели оценить качество обслуживания. Я же даже засмеялся, я говорю, подожди, подожди, говорит, ТО было сделано полгода назад, ты мне сейчас звонишь и спрашиваешь, как я там, доволен. Он, недоволен, недоволен, он, ну, да. Я говорю, тебе не кажется, что это просто, что ты где-то потерялся немного во времени. Он, о, 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 я говорю, ладно, говорю, я уже и рассказать-то ничего не могу. Ну, посмеялись, посмеялись, он трубку положил. Когда я находился на ремонте с фарой, хожу вокруг машины, думаю, вспоминаю то, что вот руль у меня облез. А многие люди после этого, когда я про это рассказал, писали то, что да, действительно, обращались к официалам и им все меняли по гарантии. Как же у меня произошла эта ситуация? Тогда я позвонил официальному дилеру, говорю, так и так, давайте я вам сейчас вышлю фотографии, где у меня вот проблемы с рулем. Потом отправляю им фотографию, они смотрят, перезвонят меня, знаете, что он мне сказал? Вот я вам честное слово говорю, вот единственное, о чем я сейчас жалею, это то, что я тогда все не записывал на камеру. Сейчас все свои разговоры я все записываю только на камеру, чтобы всегда было приложить, что называется, к делу. Он посмотрел эти фотографии, говорит мне, не, ну, это не гарантийный случай, потому что облазить он начал из-за того, что вы с ним взаимодействуете, вы его трогаете и так далее, поэтому он облазить. У кого-то раньше, у кого-то позже, говорю, подожди, облазить он начал, говорю, на 30 тысячах. Он, ну и что, ну и что, и, в общем, слил меня, а я что-то поход делал, ну, как тут, по-другому не скажешь, лоханулся и как-то забил на это. А сейчас сижу, думаю, думаю, ну, какого хрена, если я обращался, когда машина была на гарантийном периоде, и меня какой-то там спец по телефону отшил, говорю, приедем сейчас, напишем претензию. Более того, когда я был на техническом обслуживании в 98 тысяч, сдавал машину в Автомир на диагностику, вот я им платил деньги за диагностику, они что, не увидели, что ли, вот этого? Почему они мне сразу не сказали, Дмитрий Андреевич, смотрите, у вас, например, руль облазить, а это гарантийный случай? Почему все нужно доказывать? Почему я, как владелец, должен ходить и говорить, а вот у вас это облазить? Они говорят, ну как, это не гарантийный случай, говорю, ну как не гарантийный, если все те, кто обращаются с ним, все меняют по гарантии. Самое главное, требовать просто письменный отказ. Нет, пиши письменный отказ. После этого они в основном не спорят. В целом, понимаете, машины, я доволен, я даже сейчас больше не про машину говорю, я говорю про отношение именно официального дилера, именно их сервиса к клиенту. Кто-то пишет мне, вот ты себя возомнил экспертом, там, техником, да нет же, наоборот, я-то себя им не возомнил, но вот они как раз-то себя считают специалистами. У них на официальных сайтах напишут, наши специалисты, наши специалисты, то есть они сами себя провозгласили специалистами, спецами. Но как к ним приходишь с простейшей проблемой, вот честное слово, для меня вот это было шоком, то, что люди не смогли не то, чтобы фару починить, а не смогли правильно ее диагностировать. Они мне сказали то, что смотри, у тебя вот здесь проблема, нужно поменять блок розжига, нужно ее хорошенько проклеить, и тогда у тебя все будет работать. Просто мы за это не беремся, потому что и объяснить, почему они за это не хотят браться. Данное видео будем считать промежуточным, на самом деле накипело, но надоело вот это отношение. То есть приезжаешь, денег платишь, за это заплатите, за то, а как вот получить качественные услуги, нихрена. Напишите в комментариях, вот у вас был какие-то похожие ситуации, вот именно с официальными дилерами. Как вас там может быть тоже мурыжили, или вам вот говорили одно, по факту другое. Либо знаете, бывают еще такие истории, когда человек приезжает, делает техническое обслуживание, приезжает домой, открывает капот и видит то, что фильтр не поменяли, и это не сделали. Что касаемо других автомобилей. Парни, я вот на самом деле не думал, что вести видеоблог на регулярной основе, совмещая его с работой, это на самом деле немного будет накладно. Объясню почему. Вот смотрите, сейчас зима, рассвет, такой нормальный рассвет, когда вот как сегодня ясная погода, примерно в 9-30 утра все на улице, прям светло. В 3 часа дня начинает потихонечку темнеть. В 4 часа уже темно. То есть день световой буквально 5-6 часов в лучшем случае. Более того, нужно не только время согласовать, но и чтобы погода как-то тоже была, знаете, хорошая. Вот про сегодня солнечный день. Бывает так, что температура 0, все серое, это пасмурная погода. Знаешь, смотришь, даже когда снимаешь, какое-то состояние становится унылое. А когда погода отличная, все на мази, то и видео получается лучше. У нас сейчас на очереди будет BMW. Объясню почему. Последний видеоролик про Audi, было много вопросов. Ну а что только с Audi есть такие скидки? Есть такие скидки с BMW. Вот сейчас, как вы знаете, выходит G30, пятерка новая. F10 больше, ну уже получается уходит она с производства. Их уже сняли. Все осталось, вот то, что осталось в салонах. Скидки на них тоже бешеные. Я заехал сам в салон, но про это я вам все подробно расскажу в следующем видеоролике. Вот таким получился данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Вы там узнаете только свежие новости. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всех до новых встреч. Пока-пока.